Вы слушаете канал жаж.клаб, как в Британии появились первые земледельцы. Введение сельского хозяйства во всем мире изменило ход человеческой истории. В Британии вся культура острова изменилась, включая новую керамику, инструменты и погребальные практики. Но откуда пришло сельское хозяйство? А что случилось с охотниками-собирателями, уже жившими в Британии? Секвенирование генома дает некоторые ответы. Культура земледелия появилась в Британии около 6 тысяч лет назад, ознаменовав начало периода неолита, нового каменного века. Ранее, в период мезолита, средний каменный век, Британия была домом для населения охотников-рыболовов-собирателей. Этот переход к сельскому хозяйству ознаменовал огромный сдвиг в культурной жизни региона. Долгое время обсуждалось, представляло ли прибытие неолитических сельскохозяйственных культур местное население, принявшее эти новые методы, или прибытие фермеров-мигрантов из континентальной Европы. Фото, www.nhm.ac.uk Окей, мы изучили генетическую родословную человеческих останков когда, так и после 6 тысяч лет назад, некоторые из них относятся к мезолиту, а некоторые к неолиту, чтобы увидеть, можем ли мы охарактеризовать какие-либо изменения, объясняет Том Бут, сотрудник Национального музея истории Британии. Как только эти неолитические культуры начинают пребывать, мы видим большие изменения в происхождении британского населения. Похоже, что развитие сельского хозяйства и этих неолитических культур было в основном обусловлено миграцией людей из материковой Европы. Распространение сельского хозяйства считается, что сельское хозяйство возникло на Ближнем Востоке и добралось до побережья Эгейского моря в Турции. Оттуда сельское хозяйство и специфическая культура, которая пришла с ним, например, новые погребальные обряды и керамика, распространились по большей части Западной Европы. Как произошло это распространение, обсуждалось в течение последнего столетия, но новые методы анализа раскрывают больше подсказок, чем когда-либо прежде. В археологии велись большие дебаты о том, представляют ли эти новые культуры, появляющиеся в Европе, прибытие новых людей или просто распространение идей, объясняет том, с революцией в древней ДНК за последние несколько лет это означает, что мы действительно можем ответить на эти вопросы. Анализ ДНК древнего человека показал, что каждый раз, когда неолитическая культура пребывала в регион Европы, она появлялась вместе с новым генетическим происхождением, которое пришло из районов вокруг Эгейского моря. Это говорит о том, что в Британии появилась не только земледельческая культура, но и сами земледельцы пришли извне. Важно отметить, что эти свидетельства ДНК также показывают, что, когда эти новые земледельцы двигались через незнакомые леса и луга Европы, они также смешивались с местными охотниками-собирателями, которые уже зарабатывали там на жизнь. По мере того, как это неолитическое население двигалось на запад, мы можем отслеживать кумулятивно возрастающие уровни местных сигнатур охотников-собирателей в генетике. Значит, это было не просто одно население, уничтожающее другое. Они смешивались и ассимилировались. Эгейское происхождение почти всегда доминировало, потому что сельское хозяйство позволяло этим людям поддерживать гораздо большую численность населения. Это означает, что, хотя они постоянно смешивались, охотники-собиратели всегда были более незначительным компонентом в общей генетике. Поскольку земледельцы двигались с востока на запад, к тому времени, когда они достигли Иберии, эти накопления означают, что около 40% их родословной можно было проследить до первоначального европейского населения охотников-собирателей, с которым они смешивались, перемещаясь по континенту. Пересечение канала однако, когда ранние фермеры достигли Ла-Манша, что-то произошло. Неолитические культуры прибыли в соседние регионы Северной Европы, Северную Францию, Бельгию и Германию, примерно за тысячу лет до того, как они прибыли в Британию. В Британии охотники-собиратели продолжали мезолитические культуры в течение тысячи лет, пока около 6000 лет назад в Британии не произошли очень внезапные изменения, когда начали появляться эти неолитические культуры. Причина этой задержки не ясна. «Мы знаем, что люди в то время могли строить лодки и пересекать Ла-Манш, поэтому физический барьер, вероятно, не был проблемой». Один из аргументов предполагает, что люди-охотники-собиратели из Британии совершали набеги на континент и постепенно приходили к идее земледелия, прежде чем заняться им оптом 6000 лет назад. Другой аргумент заключается в том, что в это время был П. Продолжение истории читайте на сайте jash.club